всем здравствуйте с вами канал миновито онлайн и сегодня снова у нас в гостях ольга харламова политический аналитик оля здравствуй добрый день привет мы уже поднимали тему российской скажем так некой ползучий информационной аннексии хотелось бы ее я думаю поднять расширить в рамках процессов которые происходят что очень много разговоров много информации все обсуждают слияние каких-то экономических институций предприятий но в общем очень быстрый заход россии в плане экономики политики и так далее но мало обращают внимание на образовательную культурную сферу которая практически завтра формирует нацию или не формирует да да мы казали ален что бельми небеспечна бельми небеспечные процессы яке отбывается у экономичной сфере мы бачим что россия просто подменная под себе решетки белорусской экономики але мы не как традицина упускаем тое что личным незначным в это адвокацию в это культурницкие сферы это пытание связанные с агульным развитием с агульным информованием постоянно учить информационная безпека но информационная безпека это такое вельми широкое понятие и коли я кажу про информационную безпеку я наприклад не забываю что это идеология это адвокация это информация и это культурницкий уплыл под яким культурницкий российский уплыл под яким беларусь живе не одно десяти годе данного коли казать по вот по ширости то и не одно ста годе свой час казалось что то есть что не зарабил российский штык доробить российская эдукация и мы бачим что вот сегодня я как раз такие процессы не штыком так адвокации не штыком так информации и отбывается но ведь мне кажется кстати и сейчас весь очень много говорят обрати внимание а выборе там нации а кстати о свободных выборах возможных для в какой так вот и я я всегда задумываюсь а какой выбор сделает нация народ который будет настолько подвержен в плане образование он уже сейчас подвержен в культурном плане российской пропаганде которая идет но мы же понимаем какой какой выбор сделает большинство так вот я я что я я этого боюсь и я хотела задать себе такой вопрос как много институции появилось за последнее время про это же никто не говорит но то есть скажем а происходит ли какие-то процессы оформления вот этих образовательных и культурных российских программ в какие-то определенные институции уже работающие еще сильнее в беларуси последний год скажем или полтора ну на сам рэндж процесс институционализации вот такого уплыву и он отбывается не опошний год и два и он отбывается опошних год 10 системно структурно и тая колькость фондов централ центры кол якие створены россией и якие денежные на территории беларуси некие денежные какие працуют беларускими грамадянами их уже в этом вот не один десяток мы все такте иначе чули про россотрудничество но россотрудничество это типа самый крупный фонд и он працует у республики беларусь у республики беларусь и он представлены российским центром науки и культуры и под эгидой россотрудничество докладни под эгидой российского центра науки и культуры отбывается вельми шмат программал вельми шмат проектов причем в это проекты и программы якие накераваны на абсолютово розные группы насельниц на безумовно перш за усе их текавец тия беларусы якие такте иначе могут уплывать на ситуацию украины ведь ну неважно экономично уплывать политично уплывать культурницки уплывать тяны починают працавать с детьми яны починают працавать со школьниками у беларуси створана целая структура працы ненавито со школьниками гэта праца финансуется часткова праз фонды там центры часткова навод праз агульный бюджет союзной державы и россотрудничество формуя великую колькость международных программ проводить грантовые конкурсы семинары конференции олимпиады гдае книги и самое небеспечное яны працуют не сами по себе яны працуют с державными белорусскими установами яны працуют с рившем республиканским институтом высшейшей школы яны працуют с высшими навычальными установами у их досы тесные сувязи с берастейским державным университетом с городенским державным университетом яхни дзилна вот заход гародня в веросте падает а ну что там рабить русскому миру ты мне меньш у их вельми тесные сувязи у их великая колькость программал на базе в этих университетов отбываются сталые проекты ну и витебске на приклад университет после витебская православная духовная семинары на базе якой створены целый центр фондом русский мир в это уже не раз не рос сотрудничество есть таки фонд русский мир вот и фонд русский мир створил неколькие центров пропаганды русского мира и вот один из таких центров даю витебским державным университете юнг у витебским витебской духовной православной семинары и так само як не дзилна умиорской середней школе номер 3 миоры ну як там миоры звязаны с русским миром вот ты мне меньш на базе миорской середней школе ну а почему ну миоры в этом все ж таки так само заходнее беларусь это такие католицкий центр и костел там значно больше моц на чем православная церква а вот оказывается на базе третьей школы там створены центры пропаганды русский мир то есть им по сути важно заходить в регионы где сильнее всего национальная самоидентичность ну у тым лику то есть перш за усю яны мкнуться працаваць с тымя с ким варта працаваць на будачу таму што ну по великим рахунку витебск маялёу яны и так знаходзица пад уплывам гэтага самага русского мира ну на зараз уже не фонда а русского мира як процесса а заходняя беларусь яна паз ней доучилась до беларуси да и на до советского союза и на паз ней попла папа папа трапила под уплыв и такте иначе есть люди якея памятую текой была беларусь до советского союза и у свой час советский союз рабил досыть моцные заходы по тым кат ассабетить тээ регионы вельми шмат отправлялась специалисты у розного узровню войсколца у розного узровню с традицыйный такой россии вот у берасте у городни у городни хиба поменьше ну берасте шмат и зараз там ацоток жахароу берасте якие некоренные беларусы да якие не могут назвать там своих продков беларусов досыть шмат и вось берасте гэта агульна я думаю таки досыть спречный регион плане перспективов трансляции нарративов интересов русского мира а как ты чувствуешь скажем последнее время в связи с такой информационной атакой со всех сторон открытым информационным пространством люди больше интересуются происходящими вещами если противодействие ментальное появилась ли она или или нет если взять основную массу до беларусов сегодня для меня вельми небеспечным является то и что беларусы в массе ну коли мы кажем уже про массу до беларусы в массе своей российской молнии адповедна гэта уплыл информацийный уплыл российска молнии не польска молнии не ангельска молнии да а российска молнии и мы об этом уже размавляли ален и я зну нагадаю что на жаль беларусы досыть актылна глядяць российское телепачение беларусы досыть актылна интерполюют на себе и российский цвет вот той який он есть у российским телепачение разом с фильмами разом с ровным забавляльным контентом это частка культурной такой оболонки у якой я не комфортно себе почувается и российская молниясь это одна из причин чему беларусские абитуриенты беларусские школьники мы та накеравана едут учиться у россии это пошним часам у беларусской эдукации беларусской высшейшей эдукации есть серьезные проблемы и беларусские абитуриенты яны активно процовываются российскими представниками в иную и массово вот сегодня уже соправдым можно казаться тем что массово и можно казаться тем что это далеко не горше абитуриенты яны выбирают российском овную эдукацию у россии ну это достаточно страшно для будущего да это вельми неприемная такая перспектива вельми вельми не оптимистичная и нажаль в эта перспектива якая уже не совсем перспектива это значение рычаисность появляются ли сейчас в беларуси вообще лишь об этом в принципе тоже никто не говорит вот реально ведь об этом никто не говорит все говорят об экономике все говорят о политике все говорят о чем угодно все говорят хотят свободы но то о чем я сказала один нюанс а что делать с этой свободой в какую сторону с этой свободой идти и не станет ли это свободой выбора русского мира а не собственной национальной идентичности вот это достаточно мне кажется тяжелая страшная ситуация появились ли какие-то сейчас в стране помимо образования какие-то культурные скажем так я не знаю какие-то культурные программы фестивали что-то то что связано с россией помимо славянского базара вот оно присутствует конечно конечно я вот просто интереса деле перелечу основные фонды якея працуют у беларуси якея просовывают русский мир ну треба усведомлять что россия створила реально створила инфраструктуру державных и коля державных институций якея метанакерована працует на створение российской информацийной и культурницкой простора а и адукацийной и идеологичной то есть все данные якея мы чамусте лечим не истотными идеология, культура, адукация это те пытания, якими займается метанакерована займается Россия то есть она займается працей с мозгом беларусов ну мы уже узгадывали представництва Россотрудничества в Беларуси это российский центр науки и культуры в Минске есть фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова это таки вельми великий фонд яке у тымлику працую и в Беларуси он працую не только в Беларуси и створался он не только и не столько для Беларуси а ли в Беларуси он працую активно и проводит вельми шмат мероприемствов накерованных на супрацовництво накерованных на интеграцию культурную интеграцию адукационную интеграцию после есть фонд поддержки и защиты прав соотечественников проживающих за рубежом то есть вот у России оказывается есть соотечественники яке проживают за рубежом яке треба постоянно подтремливать это фонд яке працую и в Беларуси есть фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой фонд ВАРТ российский фонд культуры ну и фонд русский мир и он так и называется обьяким я уже казала международный благотворительный фонд имени Лихачева всемирный координационный совет российских соотечественников проживающих за рубежом это далеко не полный список структур яке працують с беларусами деля российского мира ты сказала Лихачева я сразу подумала что наверное как любая пропаганда ползучая она не всегда в лоб в плане фамилии я думаю что очень многое делается под маской российской либеральности да такой да конечно ну тут и Горчаков и Лихачев и благотворительный фонд да то есть у нас в принципе ничего страшного тут доброчинность там под трымка своей чинникам якея живут за межой там праца с русскоязычной прессой ну на сам рыч пэлную працу вот таким накерунку проводят шмат якея державы излученные штаты ну вот тая ж самая Польша аллея вэта значна менеш институционализованная праца и знову я полторусь што вэта праца якая николе не будзе мець такого плёну ў Беларуси за того што Беларусы массава русификованы за того шо Беларусы массава сдольны отрымливать информацию выключна на российской моле последний вопрос собственно вытекающий когда последние европейские события поддержка белорусских процессов или не поддержка нигде ведь не звучит вот этот момент возможного влияния России на все процессы которые происходят и как бы нигде не звучит обратив внимание озабоченность Европы возможной аннексии ментальной экономической политической и так далее они это не понимают почему я думаю што они все долго разумеют и больше то як гэта не сумна як гэта неприемна казаць яны гэта праймаюць як факт зеким на сёння яны смагацца ўжо не сдольна то есть гэта наша проблема и выращать свою проблему мы мусим сами мы мусим сами неким чыном самоидентификоваться кто мы кто мы идеологична кто мы политычна кто мы культурна кто мы адукацына да я разумею что для детей значно простей ехать учиться у россии на мове на якой яны отрымливали середнюю эдукацию чем мкнуться выучить новую чужую мову альбо застаться у беларуси еще раз подкресли на жаль беларусской высшейшей эдукации есть серьезные проблемы ну и вот тое что мы на сегодня маем это на жаль тое что мы не просто сами створы мы дозволили с нами это зарабить фактически вещь идет о том что мир сегодня нас воспринимает как часть русского мира да мы сами себе шмат учим упрымаем как частку русского мира да коли звертаемся по допомогу коли личим что российские либералы это либералы у агульно принятым сэнси слова ли что наши проблемы это выключено наши проблемы за яким не стоит исходне сусед и забываем что основным отрымальником выгода от той ситуации якая есть у беларуси як раз изъявляется исходне сусед то есть мы сами дозволяем ставиться до себе до частки русского мира потому что мы признаем да мы уявляем себе этой часткой русские со знаком качества да мы и первое десяти год люди это чу спасибо спасибо огромное хорошего дня тебе и всем кто нас смотрит живи беларусь слава украине живи